доброе утро уважаемые гости компания куда он приветствует вас на экране вы видите наши контакты электронная почта и телефоны telegram контакты и адрес нашего сайта если по какой-то причине вам не удалось досмотреть до конца нашу наш вебинар или вдруг время оказалось вам неудобно через некоторое время мы выкладываем на сайт записи вебинаров и возможно вас заинтересуют еще другие материалы которые там размещены так что приглашаю вас милости просим посетить наш сайт вести сегодняшнюю встречу буду я консультант аналитик 1с гардышева галина и программа нашего сегодняшнего вебинара вы видите ее на экране будет посвящена изменениям в отпускных в 2023 году но сначала мы немножко затронем чем отличаются зарплатные блоки в конфигурациях и рп и зуб затронем изменения которые произошли с введением единого налогового платежа какие есть ограничения по отпускам для бухгалтеров как избавиться от накопленных отпусков если у вас вдруг есть трудоголики чаще всего это к сожалению бывают руководящие сотрудники про отмену справок по зарплату по зарплате и проговорим про локальные нормативные акты которые стоит сделать в связи с изменениями которые произошли и в учете и в кадровом деле ну и плюс мы посмотрим с вами дополнительные сервисы и отчеты которые с этим могут быть связаны наша сегодняшняя встреча будет строиться таким образом на слайдах мы будем с вами смотреть если можно так сказать нормативную информацию и будем переключаться на демо база зарплата ты сейчас к ней обратилась переключаю и будем смотреть на демо базе ерпи вот вы видите ее на экране сейчас мы с вами вернемся к нашим слайдиком вот таким образом и поговорим про то что у нас есть нового интересного или скажем так огорчительного в изменениях которые произошли в кадровом учете ну соответственно в программе как и посмотрите как сделать то что надо изменить или добавить начнем мы с того что в этом году по отпускникам тоже у нас к сожалению есть изменения связаны они с тем что во первых в этом году как вы знаете произошли изменения по налогообложению договоров гпх и второй момент естественно с объединением фондов и введением единого налогового платежа и сроков когда должны быть представлены отчеты и когда должны быть оплачены налоги и сборы рост труд в этом году выдал новые как бы рекомендации и теперь работодатели вправе отказать работникам в отдыхе если в заявлении они указали конкретные даты например если они хотят использовать отпуск не полностью а вот конкретно по таким-то датам и связано это с тем что введение единого срока подачи отчетности и единого срока уплаты налогов у нас по заработной плате по кадрам теперь с 23 по 25 число то есть как вы знаете ндфл у нас идет с 22 по с 23 по 22 следующего месяца и так далее рост труд объясняет это тем что ежегодно оплачиваемый отпуск можно разделить на части и соответственно разделение отпуска работник должен согласовывать с работодателем и хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней если же стороны не пришли к соглашению то в этом случае отпуск предоставляется целиком то есть по общему правилу сразу на 28 календарных дней то есть это связано не только с тем что у нас в эти сроки должна подаваться отчетность и уплачиваться налогом налоги но и соответственно с трудовой дисциплины регламент предоставления отпусков тоже изменили и к сожалению тоже в очередной раз и собственно говоря связаны эти изменения с тем что были проведены мобилизационные мероприятия и с изменением которые затронул воинский учет ну то есть с ужесточением ответственности по воинскому учету и так далее изменения которые касаются мобилизованных работников уже внесли в трудовой кодекс и нюансы предоставления отпускников отпусков извините которые идут не по графику а вне графика тоже при этом надо учитывать первый оплачиваемый трудовой отпуск если вы например приняли нового сотрудника может быть предоставлен и до того как подчиненный отработает минимальный срок то есть шесть месяцев как вы помните через шесть месяцев работодатель может предоставить сотруднику отпуск не обязан но может и второй момент что есть особые категории персонала которым отпуск будет предоставляться авансом если они написали вам заявление к этим особым категориям относятся сотрудники которые младше 18 лет это основано на трудовом кодексе статья 267 женщины перед уходом в отпуск по беременности родом или сразу после него в этом случае мы тоже должны будем предоставить отпуск согласно полученного заявления и такая же ситуация для работников которые усыновили детей в возрасте до трех месяцев вы видите ссылки на статьи трудового кодекса то есть чем аргументированы эти особые категории то есть предоставление этим особым категориям отпуска по заявлением они согласно графику отпусков еще один момент что нужно учесть это с 1 января этого года у нас вырос мрот как вы знаете и теперь он 16242 рубля и анонсировано дальнейшее повышение то есть соответственно при отправке в отпуск сотрудника нужно учитывать чтобы начисление которое мы проводим было не меньше федерального мрот то есть если сотрудник полностью отработал рабочие норму рабочего времени законодательно возложена обязанность сравнивать извините сравнивать среднемесячный дневной заработок работника с минималкой и если вдруг окажется что средний заработок у нас для расчета отпускных ниже нового мрот то работодатель обязан доплатить в противном случае его могут привлечь к административной ответственности в этом году административная ответственность то есть санкционная нагрузка так сказать и тоже увеличена в соответствии с тем что ну во первых новые правила изменения в налоговом законодательстве в кадровом поэтому на штрафы нужно обращать особое внимание в этом году она уже не копеечная и соответственно про штрафы мы еще тоже с вами поговорим но практически все изменения касаются того что должен соблюдаться особый алгоритм в нем в принципе нет ничего нового рассчитан конечно на более крупные мероприятия крупные предприятия организации но тем не менее соблюдать его стоит и организациям которые входят в список мсп то есть малое и среднее предпринимательство то есть это в первую очередь штатное расписание во вторую очередь это график отпусков и в третью очередь это собственно говоря все местные доплаты надбавки которые предусмотрены в вашем положении об заработной плате и примирование то есть более пристальное внимание уделяется документам которые сопровождают кадровый учет и местные локальные нормативные акты сейчас мы с вами еще поговорим немножко про про штрафные санкции с тем чтобы напугать нерадивых кадровиков и поговорим про правила трех дней то есть как вы знаете расчет отпускных должен быть выдан за три дня до начала отпуска и собственно когда правило трех дней нарушена и это происходит в первый раз то в этом случае вам грозят штрафные санкции от трудовой инспекции и она штрафует обратите внимание должностное лицо компании то есть руководители на 10 20 тысяч рублей и писты в этом случае рискуют нарваться на более скромный штраф от 1 до 5 тысяч рублей а вот юридическое лицо то есть компанию оштрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей обращаю ваше внимание что это в случае если такое нарушение выявлено впервые а если у вас было повторное правонарушение на то в этом случае ответственность ужесточается и соответственно уже должностное лицо компании будет а штрафов на не на 10 20 она 20 30 тысяч и здесь зависимости от ситуации которая у вас будет выявлено возможно дисквалификация руководителя или должностного лица которая отвечает за этот участок на срок от одного до трех лет для пистов в этом случае тоже штрафные санкции увеличиваются и уже не одна пять тысяч а 10 30 тысяч и для юридического лица то есть для компании этот штраф составит от 50 до 100 тысяч кроме этого кроме штрафных санкций должностные лица могут попасть под уголовную и под дисциплинарную ответственность но в наше время дисциплинарной ответственностью мало кого напугаешь единственное что это наверное только дисквалификация и кроме того что вы можете нарваться на применение штрафных санкций при задержке выплаты отпускных конкретно работник вправе рассчитывать на компенсацию вне зависимости от причины такой задержки то есть здесь нужно быть особо внимательны потому что если сотрудник пишет заявление на отпуск с последующим увольнением то естественно если такие кадровые мероприятия задерживаются то может быть заявление и разборки по причине задержки еще один момент на который надо обратить особое внимание это если у вас есть трудоволики чаще всего это конечно руководящие сотрудники то есть если сотрудник отказывается уходить в отпуск то есть у него накопилась куча отпускных например за пять лет и больше то в принципе здесь уже приходится думать про принудительное отправление так сказать в отпуск и обратить внимание на то что большой баланс накопленных отпускных дней обременяет фото естественно все показатели компании которая должна держать в резерве не выплачены отпуска обратите внимание я специально акцентирую его на резерве не выплаченных отпусков потому что это должно отражаться и в бухгалтерском и в налоговом учете и соответственно компания будет нести большие затраты на выплату компенсации за неиспользованный отпуск в случае если такой работник примет решение уволиться и опять же в этом случае работодатель может быть привлечен к ответственности про которую мы только что с вами поговорили но если это выяснится в резерве в ходе проверки трудовой инспекции или прокуратуры то есть если у вас возникнет какая-то конфликтная конфликтная ситуация с работником у которого накоплено неиспользованный отпуска то естественно это может обойти достаточно дорого в этом случае компания может быть оштрафована на сумму от 30 до 50 тысяч рублей и собственно говоря сейчас мы с вами переключимся к демо версиям но перед этим я хочу сказать о том как отличаются чем отличаются конфигурации 1с зуб зарплаты управления персоналом и 1с ерпи в конфигурации 1с ерпи включен полностью зубовский блок версии проф то есть это максимально расширенный функционал без спецэффектов если можно так выразиться то есть более расширенный функционал имеет только зуб корп то есть это конфигурация которая предназначена для ведения учета в организациях с обособленными подразделениями как с выделенным балансом так и без выделенного на отдельный баланс и с исполнением госконтрактов ну там достаточно много еще дополнительно функционала но это как бы основные критерии то есть практически у нас функционал что в ерпи что в зубе позволяет вести ну в общем то идентичные идентичный учет функционал зубовский сохранен полностью единственное что несколько отличается компоновка и в общем то ну может быть более непривычно если вы работали в ерпи сейчас мы с вами переключимся на зуб а вот и посмотрим вот какой момент часа спущу вот эту линеечку чтобы она не загораживала как вы видите вот верхняя линейка меню содержит наименование разделов то есть кадры зарплата налоги и взносы справки и так далее и если мы с вами переключаемся в ерпи а то у нас с вами здесь тоже есть кадры зарплата и так далее единственная тонкость что в ерпи в отличие от бухгалтерии некоторые блоки для того чтобы с ними можно было работать требуют дальнейшей дополнительной активации то есть в зарплате весь функционал мы видим сразу а в зубе в ерпи прошу есть функционал который надо архиве активировать наиболее наглядно это можно посмотреть на воинском учете то есть например в разделе инсы и администрирование это мы с вами смотрим ерпи если мы переходим если нам надо вести кадровый учет в полном объеме и воинский учет то мы переходим из инсы то есть настройки которые касаются нормативно справочной информации и администрирования мы переходим в блок кадры и вы видите здесь есть окошечки которые требуют того чтобы проставили галочку то есть так называемый checkbox и собственно говоря это лишний повод заглянуть в эти настройки проверить все что у вас здесь отмечено потому что чаще всего настройки проверяют не очень часто и могли сохраниться те которые уже для вас не актуальны если мы вот спускаемся немножко ниже обратите внимание на штатное расписание то есть сюда надо обязательно заглянуть и посмотреть что у нас здесь ну как бы соответствует нынешним реалиям или нет и дальше вот раздел воинского учета и здесь нас интересует в первую очередь вот эти два чекбокса то есть воинский учет если мы ставим отметочку что воинский учет ведется то у нас соответственно в разделе кадры появляется раздел вот он воинский учет здесь у нас как вы видите есть пункты которые помогают быстро создать первичную документацию то есть в нашем случае это листки сообщения об изменениях документы бронирования и так далее если мы с вами сейчас переключимся в зарплату и кадры так зарплата прошу прощения это переключилась то в разделе кадры у нас с вами есть блок воинского учета единственное что как вы видите здесь у нас четыре раздела объекты мы с вами видели только два на самом деле функционал сохранен полностью немножко другая компоновка но есть опять же листки сообщения об изменениях документы бронирования и так далее то есть эта информация которая поступает из кадровых документов когда человек принимается на работу или когда происходит процедура увольнения и соответственно в этом случае отчетность подается не только виден в новый объединенный фонд но и воинский комиссариат единственное что сейчас немножко изменены сроки то есть раньше сроки подачи сведений военкомат у нас были две недели а в отчет ефс-1 мы подавали сведения на следующий день после проведения кадрового мероприятия а сейчас сроки немножко выровнены то есть в воинский военный комиссариат мы подаем сведения в течение пяти рабочих дней то есть уже не две недели но пять рабочих дней и как вы видите например раздел отчетной справки у нас с вами содержит раздел 1с отчетность а в конфигурации ерпи в разделе регламентированный учет у нас тоже есть раздел 1с отчетность только сразу с расшифровкой так сказать по пунктам разделы абсолютно идентичны то есть все функции которые заложены в ерпи есть и в зубе и собственно говоря если мы переходим в регламентированные отчеты то мы увидим ту же самую табличку меню только расположенную на верхней панели плюс нужно обратить внимание на то что 1с отчетность это не только название раздела но и название дополнительного сервиса то есть что такое 1с отчетность если мы вот например переходим в журнал отчетности то сейчас нам программка сама себя похвалит скажет какая она лапочка и что такое конкретно интернет поддержку закроем что такое сервис 1с отчетность то есть вот более подробно про него можно посмотреть вот по этой ссылке ну и подключиться также очень просто здесь пошаговая инструкция но смысл всего этого смысл всего этого сервиса в том что он позволяет напрямую размещать информацию то есть отчеты переписки так далее на сайте фискальных органов то есть например налоговая инспекция поскольку в этом году у нас снижены сроки ответов на некоторые требования там например 5 дней то потратить лишний день на то что вы сначала выгрузите свои документы в внешний файл потом потяните его в программу оператор ткс потом оператор ткс отправит вашу документацию в налоговую систему то есть это как минимум один день потеряется согласитесь когда вас всего пять дней то это уже будет обидно так сейчас мы уйдем отсюда и переключимся снова с вами в зуб зарплата и ведение то есть вот наша раздел 1с отчетность если мы заходим сюда внутрь этого отчета то мы увидим абсолютно идентичное меню такое же как мы только что посмотрели в конфигурации erp единственное что переход весь к сожалению достаточно долго осуществляется поскольку в демо базе у нас ну внесены данные для примеров и в общем то это немножко дольше чем обычно но пока у нас программа думает мы с вами вернемся к нашим слайдикам и поговорим о том как можно отправить нашего работника трудоголиков принудить ноту то есть какие документы оформить для того чтобы проверяющий чаще всего проверять заработную плату и кадровый учет это либо фонды ну то есть раньше это был фонд пенсионный и фонд соцстраха сейчас это единый социальный фонд россии то есть обычно проверяющие просят показать им ну графики отпусков и штатное расписание так далее то есть как сделать чтобы проверяющие не предъявляли таких претензий но естественно более жесткие обычно прошу прощения более жесткие требования обычно предъявляет уже трудовая инспекция и прокуратура если разборки дошли до этих организаций но в первую очередь необходимо составить график отпусков или дополнение к уже существующему графику в дополнение обычно указывается соответствующим работникам как очередной отпуск то есть когда он должен пойти за текущий год так и не отгуленные дни за прошедшие годы в этом случае мы можем двумя способами закрыть эту задолженность то есть мы можем отправить работника отгуливать сразу весь отпуск но бывают ситуации когда например отпускных накопилось 100 дней и больше то есть соответственно вытурить руководителя на 100 дней его рабочего места может быть проблематично но и собственно говоря так же как и обычно отпуск накопленные дни можно разбить на на часть и уже отправлять его не сразу весь отпуск отгуливать а частично следующий шаг то есть это отправить график отпусков на электронную почту либо разместить его где-то в доступном месте на информационном стенде например чтобы соответствующие работники обратили внимание на этот документ ну и соответственно заранее скорректировали свои планы это если но мы планируем реально отправлять человека в отпуск потому что чаще всего на самом деле отпуска оформляли накопленные отпуска связаны с тем что не оформлялся отпуск своевременно когда человек там мог его отгулять в нашем случае мы должны так сказать продемонстрировать то что это не было потеряно то что работодатель не изменил скажем никаким требованиям законодательства и своевременно информировал работника о том что у него накопился отпуск кроме того что мы можем отправить график отпусков на электронную почту или размещаем его на видном месте в общем доступе то можно также еще своевременно известить сотрудника о времени начала отпуска то есть если он например очередной раз забыл про то что он должен быть в отпуске то можно направить ему оповещение ну соответственно начислить и выплатить ему отпускные чтобы у него не было повода откапываться от отпуска и тем более чтобы он не мог свалить вину так сказать за накопившиеся дни на руководителя это кстати говоря прямое требование трудового кодекса это статья 124 но соответственно если мы оформляем ему отпуск и расчет то необходимо не забыть о том что нужно оформить приказ об отпуске ну и для особо так сказать серьезных случаях ознакомить с ним работника под личную подпись вот в отношении того стоит или не стоит ознакомливать работника под подпись существует достаточно много и позиций и вопросов то есть прямого указания о том что нужна личная подпись работника как бы нету то есть приказе он должен расписаться но есть и те кто говорят что это не обязательно и эту процедуру можно проигнорировать ну естественно для пущей безопасности лучше все таки чтобы это было под роспись как вы знаете в этом году также были отменены справки о заработной плате то есть эта справка 182 связано это с тем что поскольку у нас теперь объединенный социальный фонд куда поступают все сведения и о зарплатах и он начислениях и удержания то в этом случае мы можем уже не дергать работодателя а получить такую справку ну во первых сейчас в один из есть сервис один из кабинет сотрудника или направить запросу в объединенный фонд и он уже сейчас мы так вот делаем своим переключим и он уже обязан будет направить вам сведения о заработной плате за период то есть фактически справку 182 ну соответственно инициатору этого запроса если мы оформляем такой запрос то в этом случае нам необходимо указывать два календарных года ну то есть за какой период справка и в ответ фонд высылает сведения о доходах сотрудников здесь обратите внимание по всем работодателям то есть если у вас сотрудник числится по совместительству нескольких юрлицах или он реально проводит совмещение нескольких скажем так трудовых функций то в этом случае справка выдается по всем таким работодателям и естественно указываются доходы по каждой конкретной организации еще один момент это то что сейчас в этом году как вы знаете были изменения в учете гражданско-правовых договоров то есть во первых достаточно расширен перечень этих договоров то есть у нас теперь есть и договора авторского характера и лицензионного ну то есть больше чем было раньше раньше у нас один был договор гпх и туда входило все подряд и поскольку с этого года договора гпх у нас облагаются полностью налогами и взносами то соответственно и уже некоторые пункты которые действовали раньше которые в общем-то побуждали работодателей применять такие договора уже не совсем актуальны но то есть смысл в том что на налогах по гражданско-правовым договорам мы уже не можем сэкономить потому что облагается и страховыми взносами и несчастным от несчастного страхования то есть по налогам экономия у нас уже ушла в прошлое а собственно говоря другие гарантии которые были в отношении обычных трудовых договоров это были гарантии и компенсации которые установлены трудовым кодексом то есть отпуск оплата больничного доплата за особые условия труда и так далее сейчас практически поскольку вносы у нас уже полностью выровнены то гарантии компенсации то есть отпуск мы должны предоставлять больничный то же самое то есть это уже особую актуальность потеряла и теперь стоит вопрос а как же нам отключить трудовые отношения гражданско-правовой договор и чем они отличаются работа по совместительству например но собственно говоря обычно трудовая инспекция инициирует признание трудовых отношений вместо гражданско-правового договора и критерии которые существовали вы видите на экране перечислены то есть если у вас например написан составлен с работником договор гражданско-правового характера то в нем не стоит упоминать о соблюдении правил внутреннего трудового распорядка это касается в основном штатных сотрудников постоянная заработная оплата вот это как раз таки может быть и для гражданско-правовых договоров и для обычных трудовых договоров если используются например ну какие-то конкретные работы которые повторяются периодически на протяжении какого-то отрезка времени если в трудовом договоре если в договоре указана трудовая функция то есть у нас сейчас понятие трудовая функция если быть более точным то это справочник но новый классификатор который имеется и в ERP и других конфигурациях то есть если трудовая функция указана что работа по такой-то должности по профессии по специальности ну естественно если постоянно выполняется одна и та же работа то есть гражданско-правовой договору подразумевает что выполняется определенная работа за какой-то отрезок времени то есть например человек у вас красит забор то в этом случае забор один он не может его красить на протяжении года если имеется обустроенное рабочее место то есть например компьютерное рабочее место или ну какой-то другое соответствующее указанной трудовой функции если не установлены сроки исполнения договора то есть обычно должно быть указано гражданско-правовом договоре что это конкретный срок исполнения и по его окончанию подписывается акт о выполнении если указаны структуры подчинения если упоминается примирование работников если предусмотрены отпуска то есть имеется график отпусков и человек в этот график включен ну естественно если имеется направление в командировку командировочные задания и так далее ну и гарантии которые связаны с оплатой командировок в принципе если у вас в договоре присутствуют вот перечисленные все критерии то на данный момент у вас могут признать отношения трудовыми но практически разницы уже не будет поскольку и при трудовых договорах и при договорах гражданско-правового характера занижение взносов у вас не произойдет и то есть оплаты бюджет не будет и здесь еще становится вопрос про совместители потому что совместитель у нас что внешне что внутренне практически имеются на каждом предприятии и главное правило которое действует то это ежегодно оплачиваемый отпуск должен совместителю предоставляться одновременно с ежегодным отпуском по основному месту работы вот это прямая обязанность работодателя и об этом у нас упоминается в трудовом кодексе статья 286 здесь речь идет о неоплачиваемом отпуске то есть об отпуске за свой счет извините не совсем правильно сказала об отпуске за свой счет у нас идет разговор когда например отпуска по для совместителя меньше чем для основного работника вот в этом случае работодатель обязан предоставить ему дополнительный отпуск за свой счет сейчас мы посмотрим с вами слайдик где есть достаточно в общем-то подробное объяснение чем совмещение и совместительство отличаются то есть у нас может быть совместитель а может быть совмещение профессии на самом деле здесь вы видите на экране признаки по которым это можно отличить то есть в первую очередь что работник спись со своего письменного согласия может течение какого-то периода выполнять наряду с работы которые у него есть по обычному трудовому договору выполнять работу на другой или такой же профессии но за это будет получать дополнительную оплату например это может быть бухгалтерия когда бухгалтер по каким-то конкретным группам счетов например по основным средствам уходит в отпуск и его обязанности выполняет другой сотрудник бухгалтерии в этом случае за совмещение он может получать доплату и здесь отличительная черта что такая работа выполняется в свободное от основной работы время и соответственно на не более четырех часов в день если у вас работает совместитель то норма рабочего времени для такого сотрудника это 20 часов соответственно если сложно определить какое время из рабочего дня он выполняет основную работу в какое время выполняет совмещение то в этом случае в договоре такое время не указано не указывается ну естественно за работником который на какой-то период отсутствует сохраняется основное место работы и для совместителей естественно сохраняется его основное место работы и трудовые отношения такого плана должны заканчиваться либо по окончании оговоренного срока либо досрочно о чем любая из сторон должна предупредить другую письменно не позднее чем за 3 за 3 рабочих дня еще один вопрос который тоже тесно связан с отпусками из видами договоров которые заключены между сотрудниками работодателем это ведение трудовых книжек ну как вы знаете сейчас в основном ведутся электронные трудовые книжки но бумажные трудовые книжки точно также имеют место и сохраняют как бы свою легитимность и до сих пор и здесь очень интересная ситуация возникла то есть мин труд еще в двадцать первом году разработал новую форму бумажной трудовой книжки и несмотря на то что утверждены они были два года назад то есть двадцать первом году в мае девятнадцатого мая то введены в действие они только с начала этого года то есть 1 января а вы видите ссылку на документ который такой порядок закрепил и по данным пфр который уже у нас сейчас ликвидирован к началу двадцать первого года из 47 миллионов работающих россиян цифровой формат выбрали всего 6 миллионов то есть остальные продолжат вести трудовые книжки с вкладышами и соответственно из-за этого мин труд решил обновить бланки бумажных трудовых книжек соответственно для совместителей для основных работников которые не захотели переходить на электронной книжке это важный момент но здесь действует вот какой порядок то есть если у вас уже выписанная трудовая книжка которая действует со времен царя гороха то вам ее никто не может отменить а вот если это вновь принятые сотрудники то в этом случае может быть выбрана уже новая форма бумажной трудовой книжки ну и соответственно заполняется она заполняется такая трудовая книжка уже по новым правилам сейчас мы с вами снова переключимся в зарплату в конфигурацию один из зуб и здесь вот какой момент мне хотелось бы на него обратить ваше внимание что кроме того что у нас изменилось скажем так изменилось налогообложение договоров гпх на что у нас изменились налогообложения этих договоров у нас еще очень сильно ужесточены как я говорила в начале это требования по воинскому учету и здесь собственно говоря все наверное слышали про к до то есть кадровый электронный документооборот ну то есть планируется полный переход на электронный документооборот и плюс по мобилизационным мероприятиям уже в качестве эксперимента внедряются электронные повестки и в общем-то бурно развиваются документооборот электронные и с комиссариатами здесь у нас для учета для воинского учета как я уже показывала в зарплате нам не надо делать никаких дополнительных изменений и мы можем найти воинский учет раздел воинского учета и в меню кадры то есть вот он у нас с вами воинский учет ну и соответственно в меню зарплата поскольку у нас здесь будет требоваться подача сведений о начислениях те же компенсации отпусков и так далее но и в меню кадры и в меню зарплата у нас есть еще дополнительный сервис 1с кабинет сотрудника вот этот сервис у нас в некоторым в некоторых частях дублирует то что может сделать запросу в объединенный фонд то есть если мы открываем с вами кабинет сотрудника это достаточно несложно настраивается настраивается напрямую из программы более подробно об этом сервисе вы можете почитать вот открыв меню и по ссылке переходим там уже более подробно расписано что этот сервис позволяет делать но в частности для практического применения он позволяет формировать справки 2 ндфл например напрямую на сайте не привлекая бухгалтера то есть не отвлекая его от основной деятельности ну соответственно видите поля которые имеют красное пунктирное подчеркивание это поля обязательные для заполнения здесь достаточно подробное описание через ссылочки как вы видите как надо написать какими буквами какими шрифтами соответственно в этом случае должна быть назначена дежурная жертва то есть сотрудника или ответственное лицо который отвечает за работу от этого блока и по кнопочки настроить мы можем выполнить настройки и подключиться тоже очень несложно используем кнопочку подключить здесь есть до подсказки и в этом случае мы попадаем в этот сервис и спокойно получаем справки которые нам нужны для банков и для других для других потребителей скажем так ну чаще всего здесь на банке там при оформлении ипотек кредитов и так далее и абсолютно такой же сервис кабинет сотрудник у нас с вами есть и в конфигурации erp сейчас мы туда переключимся так вот мы переключились в erp и вот у нас раздел кадры и как вы видите точно такой же функционал то есть сервис 1с кабинет сотрудника функционал у них абсолютно идентичен поэтому в общем то трудности при переходе не возникает из одной конфигурации в другую когда ну как бы целесообразно применять такой переход если например вы работаете с госконтрактами если у вас есть обособленные подразделения в других регионах то в этом случае вам имеет смысл использовать например конфигурацию зуб корп для ведения учетов кадрового учета воинского учета и соответственно начислений заработной платы а все остальное допустим ввести в erp то есть в основном это производство ремонт и то есть основная деятельность которая ведется уже может вестись в erp основная собственно причина почему все таки erp более предпочтительно потому что в erp есть оперативный учет который позволяет позволяет видеть картину вашего производства естественно в зубе такой возможности нет снова возвращаемся к нашим слайдикам и сейчас мы с вами посмотрим так извините не перешла вот так и и соответственно еще пройдемся немножко по воинскому учету почему как я уже говорила он требует активации дополнительно в erp в erp есть несколько блоков не только воинский учет который также требует дополнительно активировать и вот о чем поговорим то есть если раньше воинский учет ну скажем так нему относились спустя рукава а сейчас когда штрафные санкции уже озвучили достаточно серьезные как же можно быстренько быстренько ликвидировать скажем так последствия халатности то есть соответственно после того как мы проставили чекбокс в разделе инсы и администрирование у нас с вами появляется ну во первых новый отчет то есть первый флажок первый чекбокс воинский учет нам добавляет один отчет а второй чекбокс то есть по бронированию нам добавляет еще два отчета и встает сразу практически вопрос а что же надо сделать чтобы на самом деле на предприятии все было ну как бы в ажуре подтверждало то что мы воинский учет ведем сейчас мы с вами переключимся на ерпишную домобазу вот и повторим еще раз эти действия то есть инсы и администрирование раздел кадры и мы с вами проставили флажок воинского учета и проставили флажок учета бронирования после этого мы можем переходить например но переходим кадры вот наш воинский учет и в учетной политики на организацию у нас с вами появляется еще настройка чтобы посмотреть эту настройку нам нужно зайти в карточку организации если первоначальных настройках в вашем ерпи предусмотрен мультифирменный учет то есть учет по нескольким юрлицам то у вас в настройках вот нси а присутствует вот такой пункт организации если у вас предусмотрено только одно юридическое лицо то соответственно здесь этого пункта меню не будет но мы предполагаем что у нас много разных организаций вот у меня видите какой список есть мы берем первую попавшуюся допустим андромеда в этом случае у нас сейчас открывается меню и в разделе учетная политика на закладочке учетная политика и налоги у нас с вами нет извините не туда зарплата и кадры а вот закладочка зарплата и кадры у нас с вами появляется раздел воинский учет но собственно говоря чтобы его изменить мы по ссылке проваливаемся и вот здесь у нас есть два уже готовых документа то есть ну во первых приказ об организации воинского учета и во во вторых план работы по осуществлению воинского учета то есть если у нас в карточке организации заполнены аккуратно все информационные поля которые программа предлагает то здесь у нас формируется уже готовый документ ну и естественно вставляются как вы видите вот например те данные которые мы заполнили в карточке если мы при заполнении карточки организации халтурили то соответственно какие-то поля нам придется заполнить ручками ну и это мы посмотрели с вами документ об организации воинского учета то есть основополагающий и приказ примерно также то есть мы торжественно распечатываем это согласовываем в установленном порядке то есть ставим автограф руководителей печать то есть сейчас посмотрим приказ откроем здесь опять же видите поскольку у меня не заполнены должность справочники должностных лиц и так далее то нет информация здесь и не отражается то есть мы распечатываем торжественно подшиваем в папочку и всем контролирующим органам которые хотят посмотреть горд говорим что конечно воинский учет у нас ведется и вот пожалуйста у нас есть и ответственно и все как надо ну естественно при составлении отчета нового который с этого года применяется это фс-1 мы естественно должны подавать сведения и для фс-1 и для военкомата это мы с вами посмотрели и теперь еще вот один момент какой то есть кроме того что мы с вами активировали раздел то есть вели его так сказать в действие проверили с вами закладочку зарплаты и кадры у нас в разделах и кадры и зарплата в ерпи есть достаточно много отчетов то есть как вы видите есть раздел кадровые отчеты но такой же функционал у нас зашит и в зупе ну и точно также штатное расписание как вы видите вот здесь это у нас все присутствует ну вот например кадровые отчеты здесь достаточно большой перечень того что мы можем использовать ну практически в общем-то функционал зарплаты кадров и бухгалтерии здесь введен полностью то есть в основном здесь либо классификаторы либо справочники которые нужно заполнить и ну естественно удобные отчеты это остатки отпусков особенно когда вы выявляете ваших трудоголиков у которых накопилось там ну чуть ли не со времен революции дней отпуска ну и плюс дополнительные отчеты которые можно использовать именно в отчетных формах так сейчас мы с вами снова перейдем в наши слайдики это мы с вами уже посмотрели в натуре соответственно если мы проставляем здесь второй флажок то у нас появляется отчетность по сотрудникам которые подлежат бронированию в случае проведения мобилизационных мероприятий или боевых действий то есть может быть специальности которые подлежат бронированию ну то есть отчет появляется сразу а использовать его дай бог чтобы не пришлось никогда потому что ну естественно бронирование это уже на период каких-то активных боевых действий или призывных мероприятий ну и поскольку у нас в этом году действует отчет ефс-1 то есть в объединенный фонд вы уже с ним сталкивались то есть все сдавали отчетность за первый квартал так что это еще так сказать на слуху у нас есть ну во-первых дополнительная информация которую можно получить в справочном разделе сейчас я ну пусть будет ерпи снова переключимся на ерпи и и хочу вам такой напомнить инструмент то есть во первых у нас есть справочная информация и очень хорошие методические рекомендации которые включены в саму программу чаще всего мы можем посмотреть эту информацию по кнопочке еще и в этом случае вот у нас внизу видите размещена справка и по этой справке то есть это тематическая справка она относится к тому разделу или к тому функционалу который вы открыли во первых достаточно подробно описано что где размещено во вторых вот по таким гиперссылочка мы можем проваливаться в более подробную информацию ну то есть в общем-то сервис это удобный и и второй момент мы можем с вами получить и опять же справочную информацию уже касательно не конкретного заполнения если суд этот документ закроем не конкретного заполнения какого-то документа а уже например методические указания по ведению учета и так далее есть интересная информация и отчеты у нас в разделе регламентированный учет здесь собственно говоря собрана вся информация которая требуется фискальным органам и в разделе финансовый учет это в основном закрытие месяца людей тут я хочу показать еще один момент которого например нет бухгалтерии если мы выбираем с вами закрытие месяца в ерпи то у нас есть возможность сделать предварительное закрытие месяца либо окончательное закрытие месяце то есть при предварительном закрытие месяце например если вы ввели либо в самой конфигурации ерпи либо перегрузка вели какие-то кадровые документы вели начисление заработной платы то в этом случае при предварительном закрытие месяца можно будет посмотреть примерный фин результат то есть у нас не будет осуществляться перерасчет себестоимости то есть средняя стоимости материалов так далее но все остальные финансовые показатели у нас будут включены то есть вот видите я перешла в закрытие месяца и вот у меня здесь есть возможность окончательное закрытие или предварительное сделать это бывает очень удобно когда особенно вот тут организация подходит к пограничным показателям то есть например к лимиту там по выручке по численности по основным средствам и так далее теперь мы снова возвращаемся к нашим слайдам то есть основной так сказать резюме нашей сегодняшней встречи что во первых были внесены изменения не только в кадровые документы но и в налоги ну собственно говоря во все сферы работы с сотрудниками с отпусками нужно уделить особое внимание созданием нормативных локальных нормативных актов которые практически в качестве соломки вам выступают для того чтобы подстраховаться на случай каких-то проверок и в третьих в общем-то в связи с тем что изменились требования и формулировки понятий таких как договор гпх совместители основные сотрудники то соответственно нужно четко разобраться в этих в этих понятиях и внести изменения ваши локальные нормативные акты такие как положение внутреннем трудовом распорядке обязательно и положение об оплате и о примировании и соответственно не упустить из вида штрафы то есть штраф у нас уже сточены не только со стороны трудовой инспекции и прокуратуры но и так сказать налоговую у нас тут на коне впереди планеты всей в частности ну больше всего наверно возникает вопросов предприятий у которых достаточно солидная численность и естественно в этом случае персочетность лидирует значит у нас чем отличаются штрафы просто напоминаю эту информацию то есть если мы не предоставили или представили с ошибками сведения по сотрудникам персонифицированный учет то у нас также как в прошлом году сохраняется 500 рублей за каждого сотрудника но в отличие от прошлого года в прошлом году у нас давалось 10 календарных дней на оплату штрафа если мы получили требования пенсионного фонда в этом году дается больше то есть 20 календарных дней с момента получения требования от единого социального фонда и и если мы в течение 20 календарных дней успеваем оплатить штраф в этом случае мы имеем право оплачивать только половину этой суммы то есть 50 процентов по аналогии с тем как гаишные штрафы гибддшны извините штрафы выставляются ну и естественно есть варианты когда мы можем вообще избежать ответственности но в этом случае нужно соблюсти определенный порядок действий то есть если вы уже получили требования о штрафных санкциях и внесении исправления например вашу отчетность либо если ваши бухгалтера самостоятельно нашли какие-то ошибки то в этом случае извините перескочила то в этом случае мы должны во первых выявить новую базу налога облагаемую пересчитать налог если у нас возникла недоимка то сперва заплатить этот налог а уже после этого отправлять корректировочную отчетную потому что если мы выполним все в обратном порядке сначала отправим корректировочную отчетность потом будем оплачивать недоимки то естественно в этом случае мы нарвемся на штраф за несвоевременную плату налогов и соответственно будут начислены и пеня и штрафные санкции то есть чтобы обойтись без этого то сначала оплачиваем а потом корректировку отправляем и так к сожалению наше время подошло к концу я хочу вернуться к первой страничке то есть к титульному листу и напомнить вам наши контактные данные то есть наша электронная почта телефоны телеграм-каналы но естественно сайт компания кодерлайн занимается полностью всем спектром услуг которые связаны с продуктами 1с поэтому мы предлагаем вам свои услуги в любом направлении то есть это может быть и внедрение и просто продажей разработка ну то есть любые работы которые связаны с этими программами будем рады сотрудничеству милости просим на этом разрешите попрощаться компания кодерлайн благодарит вас за уделенное время за внимание которое вы проявили наши информации на этом мы с вами разрешите на этом с вами попрощаться всего вам доброго хорошего дня а